Всем привет, дорогие друзья! Начинается наше путешествие. У нас сейчас половина четвертого. То ли утра, то ли ночью. Наверное, скорее уже утра. Давненько я так рано не вставала. В три часа. Давненько так поздно не ложилась. В общем, за всю ночь поспала три часа. Вроде бы, знаете, с одной стороны это очень хорошо, когда ранний вылет, потому что у тебя весь день впереди. С другой стороны, то есть, учитывая то, что в аэропорт нужно приезжать за два с половиной часа или за три часа, то с учетом дороги, соответственно, вы должны в четыре часа как минимум выехать. Вот, значит, у нас аэропорт Внуково. Добираться из Зеленограда до Внуково приблизительно час с копейками. Ну и учитывая, что вчера у нас был сильнейший снегопад, я не знаю, какая сейчас ситуация будет на дороге, но мы с вами все посмотрим. В общем, начинается наше небольшое приключение. Летим мы с вами вместе в Анталию. Все будет очень подробно, так как вы любите, как будто бы вы путешествуете вместе с нами. Провожает Даша. Ну и Андрей за кадром. Так, вот таким вот образом, значит, как я сегодня собралась. Джинсы, футболка, пиджак. Этот пиджак – это единственная теплая вещь. Кофт больше у меня никаких нет, но я надеюсь, что все буду покупать уже в Анталии. Значит, багаж. Вот такой вот у меня огромный чемодан. Он практически полупустой с учетом того, что, надеюсь, назад мы повезем в нем много всего. Летим мы компанией Азур Эйр. И у них сейчас такие требования. Ну, я думаю, что это уже многие знают, что с собой не пропускают ручную кладь, ее заставляют сдавать в багаж. Поэтому ручной клади у меня нет. У меня есть вот такая вот сумка для того, чтобы убрать туда пальто. Пальто вот такое вот у меня прям совсем легкое. оно без утеплителя. Ну, сейчас до машины дойти мне его хватит. А там, я думаю, что вечером как пиджак его использовать, потому что говорят, что в Турции уже вечером холодно. Улетаем. Улица Оксана уже приехала с папой. Улица вся белым-бела. Такой снег. Идет как вчера шел, так и сейчас идет. Не знаю, надеюсь, вылет у нас из-за этого не отменят. Так, ну что, сейчас у Оксаны спрашиваю. Подожди, а я же иду. Как у тебя настроение? Отличное. У Оксаны настроение отличное. А у тебя? У меня тоже настроение отличное. И поехали. Поехали. Едем. Вот это пока. Не, зима отличная. Мы по снегу соскучились, потому что уже холодно было, а покрытия не было. Но я не к тому, а к тому, что вся дорога заметена. И, ну, я так думаю, что, наверное, на Ленинград... А мы сейчас по Ленинградке едем? Поедем, по Ленинградке, да. Это, что, надеюсь, что там расчистили по Ленинградке. Здесь у нас, видите, не расчищено. А что не расчищено? Трактор заедет, он чистен. Я хочу сказать, это, Лена, у меня Юра, я, у меня завтра, это, значит, заказ, я буду спать. Ну, Андрей, понятно, тоже, да? Нет, Андрей меня почему разбудил, поэтому мне чайник поставил, кофе, я попила сейчас чуть-чуть. Вот молодец, да. А лучше всех у нас папа. Ну, не, но если бы у Андрея машина была бы, он бы отвез, он всегда возил. Но так как машину мы продали с ним, то... Андрей очень ответственность. Что такое ответственность? Нет, ответственность, понятно. Но мне знаешь, что понравилось? Я недавно слышал от кого-то. Прежде компетенция, а потом ответственность. Ни-фиг на себя думают. Так, а что такое компетенция? Компетенция – это знание, умение, навыки. О, думаю, так интересно. А в первую очередь, это ответственность перед собой, ты понимаешь? Да, хорошо, ответственность перед собой. И компетенция должна быть. А что такое компетенция? Знание, умение, навыки. Ёлки-палки. То есть сначала себя узнай, а вот я знакомлюсь только с собой. Они прям могут всю жизнь прожить и познакомиться. Да не, я тоже согласна. Меньше книжек стали читать, больше в Ютубе. А на самом деле... Конечно. А Ютуб, там очень много полезных, много полезных. Ну и в земле навалом полезных ископаемых. Ну, чтобы на них докопаться, сколько породы надо перелопать, горы целые. Поэтому все так мир устроен. Боженька, природа, я не знаю, все так взаимосвязано. И все есть в тебе. В тебе есть все и в мире есть все. Просто ты можешь зациклиться на чем-то, на одном и не видеть остального. Вот это у нас Ленинградка сейчас. Видите, какая вот выглядит, какая заснеженная вся дорога. Тоже еще пока что не расчищенная. 4 утра, 12 минут сейчас. Леночка, ну как ты считаешь не расчищенная? Расчищенная, конечно. Это ты считаешь расчищенная? Нет, она ее же невозможна, когда снег идет, так, чтобы вообще ничего не было. Ой, смотрите, автобус уже пошел, что ли. А во сколько автобусы начинают ходить? Да, смотря какие автобусы. Так вообще-то с пяти, наверное. Ну, этот пустой еще пошел. А есть такие заказные, там еще что-нибудь. А, ну, может и заказные, не знаю. Просто я вам рассказываю, делюсь тем, над чем я размышляю, к чему я прихожу. И любой образованный человек, он понимает, знает. Папа рассказывает нам сейчас о смысле жизни. У нас папа нас просвещает. Нет, о смысле жизни. Что есть. Одно отца о ценностях. Внимание, предназначение, миссия. В общем, папа у нас очень-очень много читает. Что вызывают те люди, у которых есть смысл жизни. Ну, это Сергей Викторович Ковалев рассказывает. А приводит такой пример, что человек подходит, значит, три человека разных занимаются одним и тем же. У Алды долбят огромные глыбы. К этому подходят, говорит, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Ты что не видишь? Долблю эти долбанные глыбы, блин. Заколебался уже. Ты тут спрашиваешь, чем я занимаюсь. Ага. Ага. К другому подходит. Чем тут занимаешься? Можно у тебя узнать? На жизнь зарабатываю, чем занимаюсь. Вот. Долблю. И за это мне деньги платят. На жизнь зарабатываю. Понятно. К третьему подходит. Вот кувалду в сторону отложил, выпрямился. А я, говорит, хран строю. Понятно. Вот он тебе смысл. У одного бессмысленно, у другого. что он просто ножи зарабатывает, а у третьего, что он храм строит. То есть делает великое дело и для этого этим и занимается. Ну, это вкратце. Он просто как метафору привел. Так вот, основная масса людей, как правило, живет на нижнем, на нижнем уровне, на первом. Где тебе надо поесть, попить, удалить все потребности. Ну, закрыть материальные потребности. Ясное дело. Ты сперва, ты думаешь о том, чтобы себя накормить, одеть? Это называется потребность уровней А. Ну, я и говорю, материальные потребности. Потребность уровней Баи. А что это за потребность? Это духовные потребности. Потому что так человек создан, устроен, то ли боженькой, то ли природой, что у него есть сама отверженность, такие понятия, что он ради детей, ради знакомых, ладно. Не, ну ради блага чьего-то общего. А выживали, выживали в социуме, это уже без Сергея Викторовича Ковалева. Есть еще один биолог, очень тоже профессиональный. Это, господи, фамилию забыл, Савельев, Сергей Савельев. Это чисто биолог, у него чисто биологический подход. И он чисто мозг изучает и про мозг все рассказывает, но он не верит в Бога. У него чисто научное сознание. Так вот, с точки зрения очень близко, маленько у меня. А Познер тоже, по-моему, в Бога не верит? Боже не верит. Много таких людей. Но если ты возьмешь интересных тебе людей, которым ты доверяешь, которые тебе нравятся, ты составишь список из тех, кто верит и кто не верит. Из тех, кто не верит, их очень мало. А основная это масса верит. Понимаешь? Потому что Эйнштейн верил, большинство ученых верит. Ну а без веры жить невозможно, мне кажется. Как можно жить без веры? А без веры? Тогда пустота. Тогда вообще для чего все это? Для чего тогда вот этот мир и все остальное, если не верить? Знаешь, я верю. Наши с тобой остальное не то, что не недостаток, а минус огромный, что мы не умеем слушать других. Мы тут же начинаем выкладывать свои мысли. А ты сначала дослушай, вопрос запомни, а потом его задай, когда у тебя такая возможность предоставляется. Или Оксана говорит, а такой возможности не предоставится. И она сразу быка за рогом. В этом ее тоже плюс. Что дослушать надо? Я-то тебе к этому и веду, что это получается, что ты кувалдой долбишь камень и говоришь, что не видишь, что камень долблю. Это когда ты употребляешь, удовлетворяешь потребности уровня А, ты больше ничего не замечаешь, тебе поесть, попить. И действительно, когда человеку нечего, не на что поесть, у тебя нахрен все эти духовно все это на десятый план отходят. Согласна. С одной стороны. Так вот это и есть смысл, что каждый человек понимает, что он смертен, ну проживет 70, ну 80, кто-то 60, кто-то 90, кто-то 100, а потом-то ты все равно умрешь. Но с собой-то ты же ничего не заберешь. Да. И какой смысл жизни? А нету смысла. Если что, сливай воду. Поэтому многие бьют, многие наркоманят, многие просто жизнь кончает самоубийством. Ну и знаем, у Маяковского и Есенина. Ну то есть, потому что не нашли себя по факту получается. Потому что нету смысла. Нету смысла. Ну, во-первых, нету смысла, может быть, один вариант. А второй вариант такие условия, что ты предпочитаешь вообще не жить. Это что такое на самом деле депрессия? Это когда жизнь больнее, чем не жить. Это очень серьезно, когда настоящая депрессия. Что, за час 10 из Зеленограда мы доехали, но это хоть не два часа, как до Домодедова, да? Не заметили как. Спасибо. Вот это папа, я понимаю. Спасибо, папуль. В общем, тут все метет до сих пор. Какой папа, такой и дочке. Да. папуль. Дело в том, что надо понимать, что вы взрослые и вы уже сами с ними живете. Что такое ответственность? Компетенция. Компетенция. В общем, папа нам сегодня столько всего рассказал, пока мы ехали. Сами что-то доедешь, важно? Ну, пожалуйста. Папуль, пока. Так. Ну, у нас, вот он нас встречает аэропорт Внуково. Сейчас у нас 5 утра. Настроение, Оксан, как у тебя, боевое? Я чуть-то болела. Оксана приболела. Ты прям сейчас всех, это, напугаешь, приболела? У нее с желудком? Да я не знаю, с чем. Муж на нервной почве. Муж на нервной почве. Страшновато. Так. Так, так, так. Ой, смотрите, вот эта сеть отелей. Double Free, да? Hilton. Hilton. Так. Вооружившись масками. Вот так вот. Вот вход написано. Вот здесь. А, подожди. Не знаю, мне самое главное документы я взяла. У меня вот в сумке, вот в этой, которая такая тряпочная сумка, документы в мою, в маленькую, ничего не вмещается. Хочу себе побольше в Пулаасон купить. как обещала это подробное видео. Как приехали, как доехали. Оксана, а мы куда едем? Там дальше заход. Не видим входа в рапорту одни такси. Мы тоже хотели на такси, но папа говорит, давайте довезу. Не хотели мы его беспокоить. Но обратно уже на такси поедем. Обратно на такси, чтобы он нас уже не встречал. Так. Аэропорт живет своей жизнью. Встречают нас таможенные, ну не таможенные, это еще не таможенные, это смотр, как всегда. То есть, что вы везете. Первоначальный этап осмотра. Так, ну что, прикиньте, рюкзак проехал, никто не забирает. Говорит, где рюкзак? Так, давай приехали мы. Внуково. Здесь стоечка, регистрация. Сейчас найдем наш рейс. Выйд у нас 8, 8, у нас легко, рейс запоминается. 8, 8, 1, 8, 8, 8, Так, где он только что, я его видела? 102, 102, 102, пошли. Оксана, ты же пошли, 102, пошли. Куда идти? Где? Подожди. 102, это, наверное, вон туда. 102, так, ну что, тепловизоров пока что не видела там, не было при входе сюда в аэропорт. Градусников тоже не было, да? 102 справа, где-то. Вот туда прям. Да. Можно он там дальше. Вот, кстати, вот это вот, меня все спрашивают, по приорити пас, вот видите, карта, вот если кто-то хочет в бизнес-зал попасть, карта приорити пас, очень легко, заходите в гугл или в яндекс, пишите приорити пас, и там дальше уже, соответственно, будете смотреть, где вам по условиям лучше. А? А, уже даже до паспортного контроля? Третий этаж. То есть, да, это вообще очень хорошо, до паспортного контроля. Но ты приехал, допустим, в аэропорт за 8 часов там, ну, стыковочный рейс какой-то или еще что-то, у тебя еще регистрации нет. Так ты можешь там посидеть. Такое тоже бывает. Не все же из Москвы едут, кто-то, допустим, там летит из другого города, ему же нужно где-то остановиться-то. Так, ну что, в 5 утра людей в аэропорту пока что не очень много. По поводу провоза, видите, багажа, ручная кладча сдается тоже, да, в багаж? Да, да, да. Но это не у всех авиакомпаний. Чемодан мой отправляется в дальний путь. чем мой, 10-700. Да ты что? Грузия, все в нем ничего нет, полупустой чемодан. Может, сам чемодан тяжелый? Нет, чемодан сам тяжелый, не по 5 кг весит. Все, очень быстро, очень быстро. Прошли буквально за 2 минуты, видите, людей, ажиотажа никакого нет. Мне интересно сейчас в самолете как, насколько будет. В самолете мы заранее с Оксаной, но мы бронировали через агентство, через нашу знакомую. Нам просто так удобней, потому что Люба, она сразу же нам там соответственно и за багаж доплатила необходимую стоимость. Вот почему я люблю, потому что обратная связь есть. Можно было бы напрямую на Торвилате, потому что нашли мы сами этот тур, ну то есть как бы предложение это было. Но с Любой как-то надежней. Она нам сразу же места тоже забронировала. Там за дополнительную плату 5 евро. зависит от того. Так, все, идем проходить паспорт. А куда? В какую сторону то есть? В общем, паспортный контроль тоже за 2 минуты. Никого в очереди нет на паспортный контроль. Абсолютно спокойно. Оксана, ну такая, ну как, мы приехали за сколько? За 2,40. Можно, конечно, позже, но когда такая погода на улице непредсказуема. Мало ли, занесет машину или еще что-то. Что, абсолютно пустой дьюти-фри нас встречает. Очень тоже быстро здесь все прошли. Ну, людей, вы видите, практически людей, никого нет. Герлен, вода 86 евро. Моя, видите, туалетная водичка. Кто спрашивал, выглядит вот так вот. Шамп дель-изе 119 евро она стоит. Вода очень классная, всем советую, если кто-то ищет хороший аромат. Так, а я сейчас посмотрю здесь тушь, 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 тушь. Ну, вот она тушь. Вот это очень хорошая тушь. Мне очень нравится. Кисточка здесь очень хорошая. Качество тушь очень хорошее. Так, Оксана сегодня у нас не спала, а я немножко поспала. Поэтому, но все равно спать хочется, когда ты три часа за ночь поспал. Но я говорю, значит, хорошо должен спать в самолете, по идее. Значит, пустота. Пустота, никого нет. В округе нигде никого нет. Значит, по поводу денег. Меня всегда спрашивают, какие вы с собой, Лена, берете деньги. Вот сейчас, честно, еду только с одной картой. У меня есть с собой 20 лир, по-моему, там остались каких-то предыдущих поездок. и все. То есть, я не беру с собой ни доллара, ничего. Потому что в Турции огромное количество банкоматов, в которых вы можете снять свои деньги. Да, там есть какой-то небольшой процент, но он небольшой, да и, в принципе, как бы вот эти наличные деньги в Турции, они особенно не нужны. Может быть, для транспорта, там, для мелочевки для какой-то, но по сути дела везде принимают карты. Во всех магазинах принимают карты. Поэтому я не вижу вот необходимости, надобности снимать деньги, менять деньги. Оно все равно приблизительно на то же и получается. Допустим, что мне здесь нужно там снять, купить эти, допустим, доллары, там эти доллары менять. опять та же самая там идет разница в этих курсах во всем, во всех. Зачем? Есть карта, одна единственная карта, и ты спокойно можешь с этой карты снять. Потом спрашивают вот это вот, что есть, когда вот эта система, как она называется, правильно, когда в телефон загружена карта, вы телефоном рассчитываетесь. Но у нас сейчас в магазине всегда только так и рассчитываться. Виктория секрет спокойная, вот. Но я не знаю, вот в Турции как бы везде это работает, система. Но в Акике работает, ну, то есть в таких сетевых магазинах работает, но как бы в мелких точках может и не работать. Поэтому вот самое все-таки оптимальное это карта с собой. Я такие же хочу. Помнишь, этот Самвел подарил Юле тогда эту сумку, и я хотела такую сумку. А где же Юля у них делось-то, не знаешь-то? Не знаю, Юля у них пропавался, они чувствуют. А как вон-то? Они молчат, причем говорят вообще ничего. Сейчас посмотрим с вами. Сколько такой рюкзак стоит? Я даже не вижу. Да, я посмотрю, у меня зрение хорошее. У меня тоже было хорошее. Здрасте. Хотели посмотреть, какую цену рюкзачок. Здесь не написано. А, 69, да, не все? А здесь написано, что-нибудь? почему-то все в восторге вот от Виктории Секрет. Вот молодежь, если блогеров смотрю, так все прямо в восторге. Почему? Что здесь за секрет такой? О, красота какая косметичка. А что за воду дайди? А это будет косметичка и кошелечек. Где? Смотри, парфюмерная вода в разливе. Не хочешь попробовать? Иди попробуй, Оксан. Брызнешь? Не, не хочу. Ну, вот сюда вот, просто посмотреть на пробник. Сейчас на себя это не рекомендуется. Почему? Ну, потому что в связи с коронавирусом сумочки все такие. Ты даже не понюхаешь. Ой, слушай, такая вода классная. Такая понюхная. Классный аромат. Она прям нежный-нежный такой. Какого стоит? А она видишь, даже на разливе. 18 евро вот маленькая стоит. 18 евро посчитай. Я сейчас тоже за 30 взяла. это 2,900 было. Ну, это около 2,000. Ну, 2,900 где-то. Ну, По 1,800. 1,800 маленькая. А вот здесь вот такие вот классные блески для губ. Тоже получится 2,900 будет стоить. 32 евро. Набор блесков. Ладно, пойдем дальше. У меня все есть с собой. Все, что необходимо. нам туда по-моему куда-то идти. Но самое главное видишь, Новый год. Предвестник Нового года. Ёлочки стоят. Можно бесплатно взять, видите, газетку, что я и сделала, потому что вдруг я спать не буду. Российская газета это та газета, где публикуют все законы. У нас закон вступает в действие после того, как опубликован в российской газете. Если какие-то законы принимают, аргументы и факты. Что, вот такая у нас атмосфера. Priority Pass. Напитки нас встречают. Одна единственная компания, больше никого нет. Вода большая, соки тоже большие, чтобы с собой не уносили по возможности. Ну, алкоголь тоже включен. Соответственно, можете все это все наливать сами самостоятельно здесь подогреть что-то можно. Бульончик можно сейчас взять. Гречка, перец сфаршированный. Сейчас, ребят, так вот, чтобы вы понимали, уже 6 утра, да? Ну, как бы, не знаю, у меня вроде аппетита нет, но, как это, для проформа что-то нужно. Но кофе, наверное, попить или чай. Что, в самолетах сейчас не кормят, поэтому сладко слово халява. Ну, в общем-то, как бы, особо вы видели, есть нечего. вот я взяла себе гречку, капусту и свеклу. Свеклу. Да? Правильно, свеклу. Вот опять будете говорить, что говоришь не так, как надо. И кофе. Сейчас пока с папой ехали, папа нам целую лекцию. Ну, не лекцию, как бы, папа работает тоже у нас много, и, ну, редко получается пересекаться. Видимся довольно-таки редко. Вот он нам рассказывал, пока мы ехали, как это называется, он сказал, мышиное царство, что ли, или что-то такое. Ну, в общем, проводили эксперимент с мышами. То есть, мышам создали идеальные условия для их существования. То есть, ну, сколько нужно там еды, всего воды, и все остальное. то есть, сперва там мыши очень хорошо размножались, ну, как бы, делать тебе ничего не надо, пищу добывать не надо. Аксан, как папа, это мышиное царство, или как он говорил? В общем, ну, ну, папа рассказывал, мышиное царство, или как это называется, уровень. в общем, а потом перестали размножаться, стали драться, потому что, в общем, мышей стало слишком много, пространство заканчивалось, и, как бы, стали драться уже, вот, за выживание, за место. То есть, не получилось создать, вот, идеальные условия. Потом, значит, второй эксперимент, сделали все то же самое, только еще мышам предоставили большое количество места, ну, то есть, пространства, да, то есть, у них все было для жизни, что нужно. и тоже через некоторое время они опять-таки перестали размножаться. А делали вот этот вот эксперимент, то есть, как бы, знаете, что, у них пропал смысл, смысл существования, то есть, у них все есть, в неограниченном размере, еда есть, как бы, ну, все есть, удовольствие все есть, и пропал смысл жизни. И создавали это все, ну, не для того, чтобы мышам там было хорошо, а вот, как бы, модель существования, мира, да, то есть, если людям все дать, то есть, как бы, ну, работать не надо, у тебя есть уже все блага, ты можешь есть сколько угодно, то есть, у тебя там есть жилье, ты не должен думать о жилье, то у многих начинается депрессия, и пропадает смысл жизни. Ну, что ж тебе, я, я вообще-то не собиралась, но это для сна, да? Нет, 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 ну, ну, вот ты что, пока он не больше, потому что сна, ну, ну, в общем-то, вот так вот, про смысл жизни, что получается, что человеку, ну, и папа вот рассказывал, что это вот это вот шесть этапов развития люди, то есть первый этап, это базовый этап, когда, ну, есть нечего, собственно говоря, вы там работаете для того, чтобы закрывать свои материальные блага, да? Второй этап, он сказал, вот если вы перейдете ко второму этапу, тогда вот, типа, чуть-чуть прозреть, и вы будете понимать, что он находится на первом этапе, вот, потом третий, четвертый, и самый там продвинутый, это шестой уровень, знаете, сейчас вот это вот, все звезды наши, там, большинство, там у них вот медитация, Валерия, я знаю, что там спорт, медитация, все такое, то есть, как бы это вот как раз-таки уже такие, знаете, продвинутые уровни, когда люди знают, для чего живут, смысл жизни, ну, в общем, обретают себя, можно так сказать, вот, в общем, очень папа, конечно, интересно все это рассказал, ну, я думаю, что где-то оно приблизительно, наверное, этап, папа, да, вот я думаю, почему нам не передалось, а, я вообще не могу запоминать фамилии, даты, у меня все это в одно ухо вылетает, в другое, в одно вылетает, в другое вылетает, вот реально, и папа говорит, что нужно вот это вот развиваться, читать больше, смотреть, ну, вот у нас, собственно, он, говоря, этим и занимается, понимает, что у нас времени мало, несмотря на то, что вы мне пишете, Лена, когда вы работаете, но тем не менее работаем, и вот, как бы на книге уже совершенно, ну, как, есть приоритеты, вот, видимо, у меня совсем первые начальные уровни, приоритеты, приоритеты пока что на первом уровне находятся. раньше, когда не было Ютуба, то все читали, все, все мы абсолютно читали книжку, но не то, что Ютуба, социальных сетей, а сейчас, понимаешь, приходишь, да, там ясно делается, телевизор включаешь, но тебе быстро хочется отвлечься от всего, посмотришься от всего, но быстро не получается, потому что на ком-то остановился, от кого-то... Не-не-не, тебе хочется вот уже этих, ну, как, развлечения отвлечься, чтобы не думать, наверное, я бы даже так сказала, чтобы не думать, вот, о том, что там происходит, там, в мире, соответственно, в обществе, там, в семье, может быть, или еще что-то, просто хочется, вот, легкости какой-то, ну, соответственно, ты ищешь какие-то там, да, интересные для тебя передачи, но самое, что интересно, проводили тоже недавно эксперимент, но это так рассказывала, вот, что слышала, я не знаю, что очень маленький сейчас процент людей, которые предпочитают смотреть какие-то научные передачи, там, вот, какие-то лекции, допустим, или еще что-то, что в основном все-таки люди хотят, отдохнуть, когда вечером приходят домой, и не хотят, да, вроде бы, как это нужно, да, и все там об этом говорят, что это нужно там развиваться, но тем не менее, все хотят отвлечься от своих проблем и смотрят что-то легкое, какие-то легкие видео, вот так вот получается, так, ну, а наше приключение только начинается, значит, на этом я с вами прощаюсь, следующее видео уже, соответственно, будет самолет, полет, все делаю, как вы просили, все очень поэтапно, по пунктам, как, что, так что, обязательно увидимся с вами у нас, пока-пока.